мир вам братья и сестры слава богу за это еще мирное небо и мы можем свободно собираться в нашем доме молитвы сколько он благословений наш дом молитвы принес для нас для каждого из вас и приятно как сознавать как мы его строили сколько благословений было сегодня как-то сидели за столом и я спросил интересно когда я был в киеве там были прекрасные церкви не как бы золотые купола не знаю золотые или под вид золото если хочешь зайти ты можешь заплатить и пройти посмотреть где вот эти красивые церкви когда когда смотрел на ю тубе и похоже что это была европейская семинария когда брат говорил говорит я горит был здесь ответственным 10 лет и такая дыра потолке все развалено лежит все вроде как бы на месте и колонки и все но вот этот от этой дыры ну зияющие раны этой церкви или брат с мариуполя говорит когда вот эти были трудные события люди прибегали в дом божий молились и три раза в день было особое благословение соседи прибегали все молились и каждый был очень близок к дому и как только церковь выехала уже сообщает говорит уже попала там снаряд не стала знаете дома молитвы или пораненной стоит дом молитвы вот такая ситуация всему свое время братья и сестры время написано соломон говорит убивать и время врачевать время строить и время разрушать видно на божьих часах вот это время когда божий гнев приходит на эту вселенную она придет и к нам сюда что когда антихрист станет что с нашей церковью будете со всеми верующими мы имеем господа на эти слава богу что у нас есть господь у нас есть господь и когда мы рассуждали ну что стало с этими церквями жена горит если говорит иерусалимский храм не остался то что здесь на земле будет братья и сестры давайте мы вместе с вами прочитаем два места священного писания матфея 24 глава первой стихи выйдя иисус шел от храма и приступили ученики его чтобы показать ему здание храма и служа сказал им видите ли все это вопрос истинно говорю вам не останется здесь камня на камне как все будет разрушена когда же сидел он на горе лионской то приступили к нему ученики наедине и спросили скажи нам когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века второе место евангелие от марка 11 глава я просто начну с 11 стиха до 11 стиха где говорится когда христос езжал в иерусалим и когда он въехал написано с 11 стиха 11 главы и вошел иисус в иерусалим и в храм и осмотрел все как время уже было позднее вышел в ифанию с двенадцатью и дальше я пропускаю когда ночь прошла с 15 стиха пришли в иерусалим иисус войдя в храм начал выгонять продающих покупающих в раме столы миновщиков из камни продающих голубей опрокинул и не позволял чтобы кто принес через храм пронес через храм какой-либо вещь и учил их говоря не написано ли дом мой домом молитвы наречется для всех народов а вы сделали его вертепом разбойников на это первое место нам говорит действительно это была красота среди израиля вот этот храм и когда выйдя ученики восхищались потому что не было таких ни одного здания которое было из больших камней драгоценных камней из мрамора все так отделано когда сегодня читала не устрема словаре там переведена сумма которая потрачено было на храм 100 миллиардов рублей было покрачено на храм действительно это было вложено в этот храм и когда иисус выезжал в иерусалим написано мы прочитали и вошел иисус в иерусалим в храм я никогда не обращал внимание когда он въехал он вошел в храм а потом уже только на следующий день он делал в изгонял из храма людей и вошел иисус в иерусалим в храм осмотрел все как время уже было уже позднее вышел он осмотрел все это было последний посещение господа иисуса христа этого храма помните он говорил дом отца моего не делайте торговлю иисус когда был маленьким он находился в храме разве не знаете где мне должно быть это дома отца его он был всегда так дорог ему он любил как и для нас вот наша церковь мы ее любим мы любим наших служителей мы любим наши служения найти это господь влагает наше сердце любовь к народу к церкви к детям его иисус последний раз вошел в этот храм ему все было дорого он видел что совсем пройдет немного времени ничего от этого храма не останется и те люди которые встречали его которые радовались он видел уже смерть все этих людей для него это было дорого и скорбно он все смотрел и вышел и больше не входил его найти когда смотришь историю иерусалимского храма когда вот первый раз читаешь какое великолепие какая красота братья и сестры давиду бог вложил на сердце этому человеку который так любил бога он все приготовил желание было построить дом господу потому почему да потому что ковчег завета он находил под палаткой ему хотелось угодить господу он построил сделал чертежи храма который он хотел построить все приготовил на фан делал дал ему добро но господь сказал что другой построить ты не можешь этого сделать и когда пройдет немного времени когда соломон встанет на трон и когда мы читаем парлипоменона там такие слова когда соломон только стал царем смотрите очислил соломон 70 тысяч насильщиков 80 тысяч каменотесов в горах и надзиратели над ними три тысячи 4 стих и вот я строю дом имени господа бога бога моего для посвящения ему чтобы выжигать пред ним благовонное курение представлять постоянно хлебы предложения возносить там всесожжение утром и вечером и в субботы и в новомесячье и в празднике господа бога нашего чтобы навсегда заповедано что навсегда заповедано израилю и дом который я строю велик потому что велик бог наш выше всех богов как он хорошо говорит что наш бог он велик и поэтому он строил для этого храм господу 3 главе написано начал соломон строить дом господин в иерусалиме на горе мария которая указана было давиду отцу его на месте которое приготовил давид на гумне орны и в усиянина и начал он строить во второй день второго месяца четвертый год царствования своего 5 стих дом же главный обшил деревом кипарисовом обложил его лучшим золотом выделал на нем пальмы цепочки обложил дом дорогими камнями для красоты золото же было золото первоимское смотрите самое дорогое покрыл дом бревна пороги стены его и двери его золотом и вырезал на стенах херувимов какая красота вложена в этот дом господний такие огромные средства когда мы читаем в пятой главе когда этот дом был построен смотрите как происходило вот это освещение 5 глава 12 стиха левиты писты все они то есть осав еман едуфун и сыновья их братья их одеты в весон с кимвалами псалтырями цитрами стояли на восточной стороне жертвенника и с ними 120 священников трубивших трубами и были как один трубящие поющие издавая один голос восхвалению словословия господа и когда загремел звук труб кимвалов музыкальных орудий восхваляли господа смотрите какая песня была ибо он благ ибо вовек милость его тогда дом дом господин наполнила облака и не могли священники стоять на служении по причине облака потому что слава господня наполняла дом божий великолепие освещение этого дома молитвы как были одеты вот певцы как музыканты какое-то было словословие это песня давида ибо он благ вовек милость его найти когда это было звучание этого гимна найти бог ответил бог пришел он наполнил славою дом молитвы там где находились эти люди священники и поющие потому что слава господне наполняла они не могли находиться там братья сестры если мы посмотрим в 7 главе читаем тоже когда соломон молился когда окончил соломон молитву 7 глава 1 стих это 2 полипоменона сошел огонь с неба поглотил все сожжение жертвы и слава господня наполнила дом и не могли опять повторяется священники войти в дом господин почему потому что слава господня наполнила дом господин и все сыны израиля виде как сошел огонь и слава господне на дом пали лицом на землю на помост и поклонились и слава словили господа ибо он благ ибо вовек милость его братья сестры какие-то чудные слова слава сосла на всесожжение найти не надо было подкладывать огонь найти это была слава божия это явно народ израильский видел присутствие над этим местом которому хотел построить давид и построил соломон и вот эта замечательная молитва этого соломона когда читаешь наполняешься к особым благоговением как он в этой молитве все упомянул что необходимо для нас грешных людей и когда 14 стиха с этой же главы 7 читаем и смирится народ мой который именуется моим именем и будет молиться и взыщет лица моего и обратиться от худых путей своих то я услышу с неба и прощу грехи их исцелю землю их ныне очи мои будут отверсти и уши мои внимательны к молитве на месте всем как это приятно и ныне я избрал я осветил дом сей чтобы имя мое было там вовеки очи мои и сердце мое будут там во все дни жизни братья сестры сердце господа его глаза обращены на это место и поэтому когда люди приходили молиться бог слышал с этого места и дальше хочу 20 стиха что когда придет другое время когда народ если отступит смотрите то я истреблю израиля с лица земли моей который я дал им и храм сей который я осветил имени моему отвергну от лица моего и сделай его притчу посмешищем у всех народов и о храме всем высоком всякий проходящий мимо него ужаснется и скажет за что поступил так господь землею сею из храмом всем 22 стих и скажут за то что они оставили господа бога отцов своих который вывел их из земли египетской и прилепились к богам иным и поклонялись им и служили им за то он навел на них это бедствие найти есть особая категория как бог когда бог присутствует на этом месте и тогда когда народ отвернется от его бог отворачивается и этот храм где они получали много благословений станет на ужасом для них люди будут восхищаться за что бог это навел народ когда отступает от бога бог исполняет свои суды это величие было храма в этот день могли бы вы представить что было принесено 120 тысяч мелкого скота в жертву господу 120 тысяч как это могло быть я даже не могу представить как я думаю что не только вот в притворе пред храмом приносили жертвы потому что там невозможно или столько людей столько приносили я просто не могу представить 22 тысячи крупного скота это огромное количество это огромное количество сталом он хотел от всего сердца иметь вот это благоволение пред богом ведь бог ему являлся помните братья и сестры проси что тебе дать он попросил мудрое сердце это было приятно для бога какое-то приятное ну нам чувство приятное тогда вот ты чувствуешь что этот человек сделал правильный выбор правильное решение мудрости у бога бог ему второй раз явился если ты будешь ходить моими путями не только ты но и твое потомство будет под этим благословением найти кто помог представить что в конце жизни соломона который царствовал 40 лет что его сердце на этим отойдет от бога он начнет строить всякие храмы богам своим жен как это ну знаешь когда читаете братья и сестры как-то скорбно болит душа что почему соломон не сохранил это и сразу же после смерти его царство израильское разделилось и из-за вины соломона что не остался верным дальше мы читаем братья и сестры не прошло еще много времени приходит с усаким царь египетской все сокровище которое было там все золото все забирает с собой уносит это не только один случай когда яс тоже царь израильский он тоже продает сколько там немного времени он второй раз придет тоже храм очистит ограбит храм почему потому что народ отошел от господа и было то время тогда когда сами цари брали то что было пожертвовано царями народом чтобы другие цари которые извне приходили откупиться и даже изеки вот этот благочестивый царь он взял все это что было покрыто колонны даже вот золото скал он снял чтобы отдать чтобы не пришел царь ассирийский и не разрушил иерусалим это получилось так ахаз найти тоже много пользовался из храма но вот был еще такой момент когда не только 1 эти брали это сокровище но тогда когда в доме божием о котором было сказано что в этом доме должно имя бога прославляться царь ахаз много сделал зла много сделал зла он замедлил жертвенник увидел как у другого царя стоит много беззаконий делал пред богом он думал что цари сирийские помогают им начал ставить жертвенники начал поклоняться им и так вот его смерть и жизнь народа израильского пришла в упадок это не только во времена его во времена монассии поставили в доме божием и стука на старты в доме божием поставили стука на старты агафолия она разорила написано храм божий она все пользовала для своих божеств вала своего монассия сделал на дворе храма жертвенники небесным светилом как это братья сестры вообще как вы думаете бог живой а во дворе храма божия ставят чтобы поклоняться воинству небесному я думаю что это было скорбно для господа поэтому и говорится что отвергну народ израильский за грехи монассии бог не простит и придет время я просто не хочу читать вот время в 7 главе с 1 по 3 стихом говорится люди привыкли к храму храм это благословение храм где присутствует бог о чем вы читали там его очи там его ухо а говорится что здесь храм божий есть храм божий три раза повторяется храм божий раз здесь храм божий ничто не может случиться нет братья сестры это случится когда читаешь эту всю главу там столько описано бог не может пришло долготерпение божию и бог найти наказывает народ свой когда мы читаем и ремия 52 глава долготерпение божия кончилась всему свое время на божьих часах стрелки остановились приходит царь на ухо на насор и мы читаем читаем 52 глава 13 стих и сжег дом господин и дом царя все вот этот прекрасный храм который столько было потрачено сжег ничего не осталось там и когда мы читаем второй храм был восставлен новин когда во времена ездры не еми и когда было освещение уже такого не было они вроде построили храм больше и такое вот когда освещение было там всего может быть 100 валов и там 200 баранов и 400 ягняк принесено было не было вот этой прежней славы и когда он строился помните написано что старики которые видели прежний храм которые когда они еще были дети и которые построили храм они плакали что нет такого величия и не только этого величия там уже не было вот этой вот славы божий как шахини не было уже есть мы два раза повторяется что все огонь сошел а там этого не было там только они радовались когда приносили этой жертвы не было уже святого святых потому что во святой святых там не было вот этой скинии она была пуста нету уже этого величия и поэтому иисус когда вошел храм когда все он осмотрел ему было так скорбно что дома отца скоро его совсем не станет ему было скорбно поэтому он плакал когда въезжал что не останется здесь камня на камне это точно произошло братья и сестры не стало ни храма не ковчега не славы и по сегодняшний день израиль в рассеянии собирается потихоньку найти вот просто вот смотря на всю эту историю с храмом с народом израильским нельзя сегодня осуждать их братья сестры всему свое время найти когда-то мы может быть горели проходит время мы тоже остываем бог возгревает бог стучался к народу израильскому через пророков они не слушали поэтому бог послал на них гнев свой я хочу сказать сегодня мы живем какая из этой какая какой урок мы могли бы взять из этой истории для себя знаете когда читаем слово божие в коринфянам первая глава третья глава третья глава шестнадцатом стихом написано смотрите разве не знаете что вы храм божий и дух божий живет вас ибо храм божий свят а этот храм вы братья сестры этот храм он во мне моем сердце живет дух святой дух святой живет в ваших сердцах и дух святой работает производит свою работу иногда проходит жизнь когда мы живем в соответствии с волей господа мы любим слова мы любим господа мы любим церковь мы молимся но бывает время проходит время и наш светильник угасает а может быть совсем погас некоторые люди уходят от господа меняется все братья сестры и тоже приходит наказание бог наказывает чтобы остановить мы храм божий бог на ревнует об этом храме дух святой ревнует это не одно место братья сестры в этой же книге там написано еще такое место второе коринфянам 6 голова 19 стихом что ваши тела суть храм живущего вас духа святого которого имеете от бога вы не свои ибо вы куплены дорогое ценою посему прославляйте бога в телах ваших в душах ваших которые есть суть божий братья сестры мы храм божий мы должны прославлять чтобы в этом храме как в храме израильском возносились все сожжения постоянно фимиан так вот нашем сердце должны вот эти звучать словословие поклонению благодарение господу благоговеть пред ним не утратить вот этой святости чтобы и нас не постигла тоже это происходит не только с человеком это происходит с народами языками поэтому пусть господь поможет нам иметь страх и святость пред богом чтобы наш храм и в этом храме постоянно возносились вот эти жертвоприношения господу жертвы благоугодное словище господа чтобы нас не постигла то что постигла израиль и давайте мы у кого есть желание просто могли бы помолиться тоже за народ израильский помолились за украину чтобы господь сохранил наших братьев и сестер в трудных обстоятельствах народ божий и нас господу поклонимся аминь аминь